всем привет сегодня разберемся о преимуществах linux по сравнению с традиционным windows ну во первых linux бесплатен а windows вот посмотрите последней версии windows восьмерочки вот такие его цены цены даже очень приличные дальше а linux практически вот на кликайте по ссылке попадаете ну для примера выбрал ubuntu linux гном все бесплатно вот 32 битная версия вот 64 битная версия это значит прямой линк это торрент файл берите и качайте себе на здоровье пошли дальше самое частое приложение для windows это офис тоже цены немалые посмотрите-ка вот сюда нормальный да теперь посмотрим сколько стоит либре офис вот ради бога во первых он работает на двух платформах и на windows и на linux и он абсолютно бесплатен можете сделать небольшую говорится плату донейт ну это обычный разделах в пределах там пяти там или десяти долларов это как говорится по вашему желанию дальше что еще мы имеем положительного значит в linux можно скопировать свою домашнюю папочку со всеми настройками перенести ее куда-нибудь там или на флешку если она небольшая или на другой раздел жесткого диска переустановить linux и вновь подсоединить свою папочку и все настройки заработает для windows нужны специальные программы по типу акрониса который тоже стоит на самое немалых денег так что это тут все непросто дальше значит в linux можно создавать свои собственные сборки вот допустим я поставил свой минимальный как говорится там linux откуда-нибудь и по своему вкусу стал значит там устанавливать там ряд программ какие-то изменения производить все это мне понравилось я показал своим это самым друзьям и могу как говорится спокойно им это самое дарить или даже там за небольшую там плату там устанавливать помогать установки windows вы за этот пойдете в тюрьму там у них законом все жестко связано дальше значит в linux большие обновления бывают раз в шесть месяцев а есть linux и это pc linux и manhara другие говорят manhara у них так называемые роллинг релизы то есть если даже поменялось ядро то все равно система сама это все при обновлении меняет а что произошло с windows xp они просто взяли и прекратили делать для нее обновлений и все и чтобы люди вынуждены делать а покупать новую семерку или делать апгрейды или переходить на другие системы дальше linux может читать разделы windows tfs fat но тут далеко ходить не надо вот смотрите пример значит я открываю файловый менеджер где тут у меня вот она у меня на настольный компьютер довольно таки большой на нем жесткий диск около 1 терабайта вот у меня 8 семерочка значит стоит windows я вижу разделы семерочки своей она мне нравится больше чем 8 очка значит мало того я могу над ними значит там производить определенные манипуляции допустим чтобы такое ну вот например я взял папочку файлик очень небольшой скопировал пошел на семерку на семерке значит я значит заскочил в раздел пользователи пользователь рабочий стол и вот на рабочий стол я могу значит этот файлик вставить windows он даже не видит раздела линукса он слепой в этом плане он видит только свои разделы ntfs и fat32 все а другие разделы там по типу экстеншен 3 там 4 там рейзерс он их просто не видит дальше на линуксе можно одновременно значит устанавливать множественные программы отмечать их и одним взмахом пальчика как говорится брать и ставить особенно это хорошо представлено в синаптике я сейчас не знаю есть у меня тут синаптик или нет сейчас глянем сейчас напишу его здесь так вот синаптик менеджер значит есть такой так вот в синаптике он во первых позволяет обновлять программы значит вот нажимается кнопочка там обновить он посмотрит там проверит все пакеты установлены на вашем линуксе синаптик стоит практически очень на многих линуксах дальше значит делаете отметку что нужно там это самое обновить требует он и нажимаете допустим на обновить применить и вот он сам значит эти обновления делает значит моментально ну по крайней мере как говорится очень быстро вот все все обновления сделаны делать их можно там раз в неделю там или в две по вашему желанию дальше и вот допустим смотрите любительское радио значит коммуникация вот здесь у меня видно что две программы установлены а вот допустим радио у меня значит там не установлено вот программа обучает коду морзи значит вот эта программа значит визуализации на то есть вот здесь вот в description в описании значит идет подробное значит описание программы что там она делает в плюс в русской версии линукс гнома Ubuntu большинство описаний идут на русском языке поэтому значит не надо бояться английского языка в русской версии которую вы можете скачать в одном из роликов я давал ссылку вот все можете посмотреть а здесь я что хочу сказать можно отметить для установки вот так вот допустим марк для инсталляции можно отметить там 5 10 или 20 программ которые вам хочется поставить и затем просто одним махом просто напросто одним махом вы их можете когда нажмете применить вот все поставить сразу и практически без перезагрузки компьютера то есть в этом плане линукс ну довольно таки как говорится имеет такие очевидные преимущества что тут трудно даже и сказать дальше значит большинство приложений в линуксе бесплатные значит вот в убунту у них очень такой имеется ходовой магазинчик сейчас мы посмотрим где он там располагается так значит или вот здесь или вот здесь или вот здесь где то он тут был вот он он называется центр программного обеспечения убунту значит в нем ну я грубо говоря называю его магазинчиком а потому что тут все разложено по полочкам допустим принадлежности и практически вот ну большинство из них вот бесплатные только которые платные ну вот стоит значит что сколько стоит там 3 доллара там 2 ну цены вообще тут смехотворные в конце концов программа какая то очень уж нужна такую цену можно как говорится и заплатить вот имеется значит игры значит вот такие значит там ну всякие короче там чего тут только нету масса чего имеется и плюс еще по сети там можно дополнительно там поискать скачать и все вот идет скажем так по полочкам все это уже на вашем линуксе как говорится готово к тому чтобы установить и когда вы кликаете допустим по программе нажимаете на кнопочку установить эта программа вам начинает скачиваться и начинает устанавливаться то есть с программами и программ вот здесь ну скажем так просто немерено а если windows все вот эти вот вещи покупать так у вас там наряду с ценами значительно основные программы то есть на саму винду и на microsoft офис но практически тут у вас будут очень большие затраты еще немаловажно и линукс практически вирусоустойчив то есть он не требует никаких антивирусных программ если для windows написано сотни тысяч вирусов я где-то читал не помню ну недавно что для линукса их всего там где-то там 10 или 20 написано вирусов то я не знаю сейчас там может быть уже и с ними научились справляться ну и последнее замечание такое что грубо говоря в линуксе вы контролируете свой компьютер а в windows windows контролирует вас вот над этой фразой можете подумать можете поискать там примеров тому множество я не хочу просто их все пересказывать но это действительно так то есть очень непросто дела со всеми вот этими вот операционными системами и линукс их существует очень большое многообразие и самый основной такой сайт на котором значит вот можно всегда найти подробную информацию о линуксах он значит называется очень интересно значит операционные системы линукс их называют допустим дистрибутив есть дистрибутив федора есть дистрибутив убунту убунту гно и так далее и вот сайт значит имеет название так destrawatch вот он так выглядит destrawatch.com значит здесь Здесь, хоть этот сайт и на английском языке, но, собственно говоря, волноваться здесь особенно не нужно. Почему? Важно запомнить, значит, вот есть домашняя страничка. Раз. Здесь, значит, по порядку добавляются, значит, новые дистрибутивы, которые, значит, созданы. Их здесь великое множество. Ну и вроде бы голова пойдет кругом, а как же из них выбрать то, что мне надо? Не волнуйтесь. Вот здесь вот имеется вот такая вот графа. Основные дистрибутивы. Major Distributions. Скажем так, основные дистрибутивы Linux, которые зарекомендовали себя. Это Linux Mint, Ubuntu. Я, в частности, пользуюсь Ubuntu GNOME. Мне очень нравится рабочий стол, именно гномовский. Дебян хорош. Магея, как-то я пару раз ставил, мне она не очень понравилась. Fedora, значит, проблемная. Многие программы там ставятся трудно. Там особенно поставят виртуальную коробку, я помню. У меня там были какие-то там затыки. Ну, в общем, головная боль с ней. У них очень жесткая политика в отношении проприетарного, программного обеспечения. Суси, ну, тоже так. Arch Linux, Linux неплох. Значит, GENTOS. Вот этот вот дистрибутив могу рекомендовать практически любому. И могу рекомендовать любой продукт из этой линейки. Почему? Потому что у него все программы ставятся из синаптика. Легок в настройке. Значит, вот это их вот основной веб-сайт. Сейчас на него зайдем. И в нем немаловажно вот не проглядеть вот эту колоночку International. И мало того, не забыть, что вот они написали не RU, а SU, Soviet Union. И здесь практически все то же самое, но вам на русском языке. Ну, естественно, лучше я всегда беру, значит, вот с основного сайта основные дистрибутивы. KDE – дистрибутивы средних размеров. LXDE – легкие, легковесные, быстренькие дистрибутивы. Ну, это монстр тут, там всего наворочено, аж там по 4, по-моему, гигабайта. Made Desktop – это тоже дистрибутив, скажем, средних размеров. Поэтому, если у вас старенький компьютер, лучшим вариантом будет, значит, дистрибутив вот такого плана. И он, значит, практически, там, ну, вон, 680, там, 650 килобайт. Ну, в зависимости, 32 у вас или 64 гестоп. Значит, в Ubuntu, значит, тоже, значит, я уже говорил, значит, что вот Ubuntu GNOME, значит, можно практически сейчас попасть сюда. Вот тут подробно, значит, написано об этом дистрибутиве. Затем, значит, если есть какие-то сомнения, можно зайти на сам основной сайт, значит, и посмотреть там, что к чему. Вот имеется, значит, какие у них там загрузки. И вот здесь они, вроде бы, как вот не дают GNOME. А именно GNOME мне понравился своим рабочим столом. Ну, тут мы напишем Ubuntu GNOME. Вот оно. И вот сразу папочка с загрузками. Значит, у меня установлена, значит, вот эта вот 14.04 единичка версия, которая, значит, очень стабильно работает, и вот ее качает вот отсюда. Проходите вот сюда, и вот здесь вот будут даны ссылки для 32-битной версии и для 64-битной. Вот, по крайней мере, два толковых дистрибутива Linux, значит, из своего опыта я могу вам рекомендовать. Я не говорю, что там они самые лучшие. Кому-то нравится Linux Mint, кому-то там Mageia, кому-то Debian. Да, зависит, как говорится, просто от вашего вкуса, навыков там работы и так далее. Но вот по надежности, значит, вот эти два очень хорошие. А по супернадежности у меня практически получилось так, что самым супернадежным у меня оказался Ubuntu GNOME. потому что в нем установлена вот такая замечательная программа, которая называется SystemBug. И при помощи вот этой программы вот можно создать любую контрольную точку. Нажимаете только создать новую. А если надо восстановиться с нее, значит, то всегда, значит, можно, значит, восстановиться, вот нажать на вот эту вот клавишу SystemRisto. Когда я убираю вот эту штучку, она, клавиша эта гаснет, кнопочка. Вот. А если мне надо на предыдущие, допустим, что-то у меня не пошло в этих настройках, я встал на предыдущий, нажал SystemRisto, и восстановление системы идет практически, ну, где-то там 3-4-5 минут обычно, и все. Можно еще нажать SystemRepair, то есть починить систему. То есть это настолько удивительная программа, причем она позволяет еще так же записывать, создавать образ живой для флешек. И этот образ тут же записывать на флешку, и можно скопировать этот образ в формате ISO, перенести на любой другой компьютер, и там при помощи любой программы для записи ISO-образов, а также записать ее на флешку. Вот такие вот замечательные возможности, значит, есть у Linux. Поэтому, значит, при выборе, значит, вот следует руководствоваться вот такими вещами. Значит, если у вас много денег, и, как говорится, вам как-то это особенно все равно, и вы готовы возиться там со всеми этими делами, то, значит, ради бога, значит, вы имеете выбор, значит, взять платную операционную систему, взять платный офис, значит, и ими пользоваться. А Linux – это практически бесплатное программное обеспечение и бесплатные операционные системы. Вот вся разница. Есть ряд программ, которые на Linux не ставятся. Не ставятся, значит, в силу ряда причин. Но я сейчас вот постараюсь, значит, показать, как я эту проблему, значит, решал. Один секунд. Я, значит, программ, которые, к сожалению, на Linux, значит, не работают. То есть, они изначально были сделаны для Windows. Есть такое. Кстати, их не так много. Они довольно-таки специализированные. И вот у меня, допустим, на моем Linux установлена виртуальная машина. И на этой виртуальной машине у меня установлена семерка Windows. И из офиса 13-го я поставил только Excel и WinWord. Ну, потому что мне другие программы, собственно говоря, и не нужны. Вот. И вот, допустим, есть таких ряд бетинговых программ, которые, ну, вот, ну, не сделаны они для Linux. Что тут сделать? Мне пришлось пожертвовать, там, 30-ю гигабайтами, значит, дискового пространства на Linux. Ну, зато у меня установлена нормальная семерочка на нем. Ну, вот здесь видно, что она использует из памяти из трех, там, с чем-то гигабайт у меня, только половинку. Ну, вот такой-то вот у нее, значит, имеется, там, этот самый процессор. И, значит, из Windows, но пока, из офиса, вот, у меня всего лишь для программы. Excel и Word. Все. Если бы мне нужно было бы больше, ну, я тогда бы больше поставил. А вот программы, которые, допустим, я не могу крутить на Linux, всего того, что они просто-напросто заточены под Windows и под Macintosh. Вот. Я этими программами, значит, могу спокойно пользоваться. Значит, никаких проблем тут я не вижу. Вот одна из них называется Cymatic. Ну, это специальные программы, там, для бетинга. Я просто покажу, что у меня все это дело запускается. Пароли я заводить, конечно, тут не буду, время тратить. Вот. Ну, для себя, значит, я эту проблему решил вот таким вот образом. То есть, те программы Windows, которые у меня, значит, не работают на Linux, я их напросто, просто-напросто кручу через виртуальную машинку, кручу их, значит, на своем Linux, на Ubuntu GNOME. И все. Я перепробовал там разные программы, там, Vine, Play on Linux, что там еще у них там, Кроссовер, который якобы обещает, что приложения Windows-овские будут у вас корректно работать. Ну, там, скажу так, одна головная боль. Вот. А раз потратив время, сделав нормальный файлик, семерки с офисом, я его могу практически запускать на любом компьютере, на котором установлена виртуальная машина, будь то Linux, или будь то Windows, или Mac, по барабану. Потому что файлик, который создается, имеет расширение ОВА, и вы его можете подсоединить куда угодно. Вот таким вот образом. Много преимуществ, скажем так. И легок в управлении. В Ubuntu GNOME, значит, я вообще, как говорится, скажем так, просто, она мне очень нравится. Вот менюшка выскакивает так, могу, значит, чтобы было видна у меня папочка с любимыми программами, фаворитами. Могу, значит, чтобы они у меня выскочили на экраны, пролистать их в виде крупных значков, значит, по всему, значит, вот, четырехстраничному, значит, этому экрану, на большом экране. Что-то мне нужно поискать, я, допустим, могу нажать там, ну, твик. Вот, только бибух в киножал, у меня уже появились, значит, там, да, самые твики. Как там, что делать. Сразу могу попасть, значит, на различные папочки моего жесткого диска и там на соседние разделы. Здесь у меня маленький гаджет, который показывает, как у меня используется центральный процессор и оперативная память. Могу, значит, поставить, обычно я его и ставлю, значит, гаджет такого плана. Сейчас покажу. По-моему, вот этот. Сейчас мы его только поднастроим чуть-чуть. Сделаем его наверху слева. Время у нас 24 часа поставлено. Прозрачность транспорта. Да, в принципе, можно прозрачность транспорта сделать. Галочкой ему отметим. Тоже очень красивый гаджет. Он показывает часы, минуты, дату, месяц, год, день, недели. И под ним, значит, маленькие имеются такие вот тоже сведения о состоянии жесткого диска. Вот у меня 100 гигабайт жесткий диск. Под Убунт-угном. 50 гигабайт свободно. Несмотря на то, что у меня 30 гигабайт съела только для Windows. Такая вот штучка. Оперативная память. Вот 3,7 гигабайт. А тут вот я уже не помню. То ли свободно у меня 1 гигабайт. То ли, значит, там, занят 1 гигабайт. Ну, самого хватает. И центральный процессор, насколько он занят. Вот таким вот образом. То есть, Linux-системы, они довольно-таки простые. С ними легко управляться. И самые основные функции, они свои выполняют. Побродить по интернету, ради бога, нет проблем. Значит, есть 3 броузера. У меня Google Chrome есть. Есть, значит, вот я недавно поставил Midori. Midori тоже очень быстрый броузер такой. И у Midori есть еще второй вариант. Значит, какой? Так называемый Private Browsing. То есть, если посмотреть на Midori вот здесь, то вот здесь вообще анонимное, как говорится, использование интернета. То есть, куда бы вы там ни зашли, никто там на вас данные собирать не будет. То есть, кто там супер озабочен, как говорится, о безопасности, то вот может использовать, значит, вот эту часть Midori. Кто особенно проблемами безопасности не беспокоит, значит, может использовать просто Midori. Вот. Firefox и Google Chrome. Пожалуйста, посмотреть видео там, ну что угодно. Ну, никаких проблем. Ну, вот программы, которые я записываю с экрана, она вот. Есть видеоредактор, при помощи которого я ролики там склеиваю эти. Есть очень хорошая программка, значит, у меня вот для интернета, для просмотра видеороликов. Можно ее использовать для поиска, вот здесь вот эта кнопочка нажимается, и здесь, допустим, вот можете ввести, допустим, какую-нибудь там вашу группу. Ой, ну я даже не знаю, ну, ну что там, ну, чиж наберем. Вот. Вот, пожалуйста, значит, можете, значит, чижико посмотреть. Значит, ага, сильно громко, значит, ну вот, допустим, взяли там. А вот вам не нравится, допустим, что здесь просто картинки показывают, а вы хотите поискать, допустим, где они вживую там поют, но именно вот эту песню. пишет и чиж о любви. А вот здесь уже, пожалуйста, похоже, что идет исполнение вживую. Посмотрим. Пожалуйста, смотрите живой ролик, он вам понравился. Взяли, добавили его сюда. У меня тут вот было парочку заведено, значит, это самое, но, допустим, была очень старенькая-старенькая группа в 70-е годы. Веселые ребята. То есть практически можете создать себе полную коллекцию и потом, когда, значит, уже вы снова запустите этот проигрыватель, всегда можете просмотреть, прослушать свои любимые песни. Здесь же, вот, пожалуйста, можно проиграть, можно записать видео, можно записать только аудио, можно посмотреть на интернете через трубу на YouTube, можно скопировать, значит, линк, а можно сразу добавить фавориты, значит, в SM-плеях. Мне вот этот проигрыватель, видео-проигрыватель, собственно говоря, очень нравится. И кодеки у него приличные. Ну вот. Все это, как говорится, бесплатно, ну, нормально. То есть у Линукса очень такие вот хорошие возможности. Программ много. Скайп, Десктоп, Тивьюер. Практически все эти программы, значит, у него есть. Скриншотик надо вам сделать, ради бога. Выбрали, значит, там какую-нибудь там область. Забыл нажать на... Ну вот, допустим, хочу я вот так вот взять. Ну вот. И я могу теперь скопировать это, значит, в клипборд. Затем, значит, не знаю, тут сработает, не сработает. Ну вот, допустим. Да, и вот могу вставить вот сюда, допустим. Скриншотик. То есть, сама программа Cherry 3, вот которой я пользуюсь, тоже очень хороша, позволяет мне упорядочивать свои, как говорится, там, данные. Целые коллекции там делать по разным разделам и так далее. То есть, Linux, в принципе, на сегодняшний день, это довольно-таки мощная операционная система. Причем она абсолютно бесплатная для обычных пользователей. И во многих странах сейчас правительство многих стран, вот в частности в Англии, я точно знаю, что еще года два назад правительство решило отказаться от Windows, операционной системы, и переводит все свои государственные учреждения на Linux. Почему? Потому что дешевле. А работает так же быстро. Вирусоустойчивая. И масса других, как говорится, положительных моментов имеется у системы. Поэтому вам могу порекомендовать вот Ubuntu Gnome, в частности, в качестве основного дистрибутива, который вот я бы порекомендовал бы, значит, установить. И у меня видеороликов, масса есть там различных видеороликов, разные темы по настройке Ubuntu Gnome. Ну а, хорошая операционная система, и сам Linux по себе очень хороший, его дистрибутивы, поэтому выбирайте, смотрите, что вам нравится. Вот. Ну то, что система хороша, это однозначно. И последний штрих, вот у меня имеется программка, которая мне там каждые несколько минут меняет обои. Вот, посмотрите-ка сюда. Так, где она у меня была? Ага, называется она в Варете. Нигде, кроме как на Ubuntu, я ее не видел. Эта программа позволяет обмениваться обоями рабочего стола пользователя, значит, этой программы. То есть, вот у меня сейчас находится вот эта вот обоинка, она не моя, это она ко мне прибежала откуда-то, от какого-то пользователя. Причем, ну действительно, ну что, ну красивые обои, безграничный, как говорится, там океан, там что-то такое, он плывет, облака, все, ну, прекрасная обоина. Вот, а мало того, здесь, значит, вот есть вот такая вот хитрая штучка, вот у меня написано, что менять каждую минуту, значит, ну, меняет она не каждую, конечно, минуту, но все равно. А вот имеется вот еще такая штучка, показывать в случайном порядке различные, значит, крылатые там слова и выражения. Ну, к сожалению, конечно, это все дело идет на английском языке, но тем не менее, значит, выглядит вот так. Вот переводится, достаточно силы, чтобы вы могли преодолеть в этой жизни все. И приводится, кто это, значит, там это самое там сказал, написал там и так далее. И тоже, наряду со сменой, значит, обоины, и имеется, значит, новая уже, у вас, как говорится, там, цитата, там фраза или крылатые выражения. Вот, ну, кстати, хороший момент для изучения английского языка. Не надо вам ее, значит, взяли, пошли в настройки, моментально отключили эти цитаты и все. Ну, вот, кстати, тоже не мои обои, а прекрасная медуза. Вот, ну, короче, желаю вам всяческих успехов в освоении Linux. Переход на Linux абсолютно не сложен. Смотрите только там, вон, периодические видеоролики, там у меня там все подробно написано на примерах, там с объяснениями, со всем. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok